Всем привет! Этот SCP сюжетно продолжает SCP-19-03 Secret Jacky и SCP-16-19 зону 45 уровень 24. Ссылки на эти два SCP есть в описании. SCP-2999, черный кот и белая крольчиха. Объект номер SCP-2999, класса объекта Евклид, особые условия содержания. Экземпляры SCP-2999 должны содержаться в отдельных защищенных камерах в зоне 45С. Запросы SCP-2999-B на предоставление личных вещей, если они остаются в рамках разумного, могут быть одобрены персоналом с уровнем допуска 3.2999 или выше. Аналогичные запросы, сделанные SCP-2999-A, могут быть удовлетворены только с разрешения персонала с уровнем допуска не ниже 4.2999-9. SCP-2999-A должен быть размещен на столе в защищенной камере содержания 312, ZECO-S312. Запрос на предоставление нового портативного компьютера может быть одобрен раз в 5 лет. Компьютер должен иметь встроенные динамики, а модуль подключения к беспроводной сети должен быть удален. SCP-2999-A должен иметь права доступа на редактирование любых файлов на этом компьютере. SCP-2999-A запрещено устанавливать сетевые соединения с серверами фонда. Посторонние устройства, содержащие SCP-2999-A, не должны подключаться к интернету и впоследствии подлежат уничтожению. SCP-2999-B должен находиться в защищенной камере содержания 369, ZECO-S369. В качестве еды ему предоставляется 225 грамм тысячелетника, Арчелла Милфлором, в день. Персонал должен убедиться, что весь тысячелетник съеден. SCP-2999-B, прежде чем покинуть ZECO-S369. При проведении интервью с SCP-2999-B опрашивающий должен одновременно смотреть запись с камер наблюдения для облегчения ведения диалога. Любые взаимодействия между SCP-2999-A и SCP-2999-B запрещены. Описание. SCP-2999 является общим обозначением для двух отдельных объектов. SCP-2999-A и SCP-2999-B, которые были найдены на первом подземном этаже основной базы лаборатории Прометея. SCP-2999-A это разумный текстовый файл объемом 5.17 килобайт, имеющий название Sarah Crowley TXT. Sarah Crowley, неаномальную копию, смотрите в приложении 2999-1. Символы WASC IIART выстроены в виде кельтского узла, на котором изображена кроличья мордочка. Два символа В расположены на месте клыков и 12 символов, часто встречающихся в данной удалены в нижней части. Эти 12 символов не встречаются в стандартной кодировке ASK-II и, по-видимому, являются основной причиной аномальных свойств объекта. При хранении на компьютере или другом электромагнитном устройстве SCP-2999-A может изменять местонахождение своего файла, создавать папки и файлы, задавать им имена, запрещать удаление, открытие и закрытие самого себя и создавать собственные копии, а также разговаривать через динамики компьютера. SCP-2999-A может заменять оригинальную операционную систему ОС или функционировать в качестве неё, если имеет права администратора или находится на устройстве без ОС. SCP-2999-A создаёт полную идентичную копию предыдущей операционной системы устройства в течение 24 часов, но вносит изменения для предотвращения доступа персонала к нему. Персонал не сможет использовать клавиатуру или мышь компьютера, воспользоваться динамиками или любым другим образом получить доступ к компьютеру без согласия SCP-2999-A. SCP-2999-A утверждает, что пребывание в одном и том же устройстве в течение длительного периода является болезненным, и что этот дискомфорт увеличивается пропорционально времени проведённому SCP-2999-A за управлением компьютером, что в конце концов может привести к потере им аномальных свойств. Вероятно, это связано с возрастом устройства и его состоянием, так как пребывание в новых моделях компьютеров может полностью устранить этот дискомфорт, в то время как более старые модели могут лишь частично облегчить его. После того, как SCP-2999-A заканчивает репликацию компьютера, он начинает персонализировать свой рабочий стол путём упорядочивания личных документов, изображений, приложений и других проектов, а также изменения обоев рабочего стола. Пока неизвестно, где SCP-2999-A хранит эти файлы, однако автором подавляющего большинства из них являются лаборатории Прометея, а темой файлов является возвращение жизни с помощью аномальных средств. В качестве обоев SCP-2999-A использует одну и ту же картинку, на которой изображён молодой гуманоид женского пола с чертами лица, придающими ей сходство с белым кроликом. SCP-2999-B – это разумное, лишь частично завершённое чучело на основе скелета котёнка чёрного окраса. Части SCP-2999-B скреплены с помощью различных методов, включая полоски кожи, чёрную изоленту, нитки и суперклей, в состав которых входит некоторое количество тысячелистника обыкновенного. SCP-2999-B называет себя «Доктор Стюарт Хайвард» и был создан SCP-2999-A. Находясь в поле зрения видеоаппаратуры, SCP-2999-B вызывает различные сбои в её работе, в том числе добавляя субтитры. Кроме того, внешность любого человека, появляющегося в кадре вместе с SCP-2999-B, будет значительно изменена. Субтитры, добавляемые в видеопоток, являются умышленным действием с эстрадой SCP-2999-B и обычно используются им как средство коммуникации. Любые другие изменения, по-видимому, являются непроизвольными. Внешность субъектов, попадающих в кадр вместе с SCP-2999-B, на изображение сильно искажается. Внесённые изменения, как правило, включают сочетание следующих признаков. Большая рана в области сердца. Отсутствующий левый глаз. Удалённый эпидермис на лице. Зашитый рот, которому хирургическим образом придана форма широкой улыбки. Незначительные ожоги на руках и туловище. Черты животных, такие как крыло, когти или хвост. Удаление с правой икры большого куска плоти. Одежда субъекта заменяется на вечернее платье или смокинг, в зависимости от пола. Эти эффекты видны только при просмотре записей видеонаблюдений и не проявляются при прямом наблюдении SCP-2999-B. Или на фотографиях. SCP-2999-B сообщил, что часто испытывал похожие по содержанию галлюцинации до проявления его текущих свойств. SCP-2999-B не испытывал подобных галлюцинаций с момента его постановки на содержание. Несмотря на хрупкую внешность SCP-2999-B, он очень прочен и способен к быстрому восстановлению повреждений или устраненной части тела. SCP-2999-B требуется диета на основе тысячелистника, которая предотвращает его распад и прекращение аномальных свойств. В настоящее время неизвестно, что происходит с веществами, проходящими через линию подбородка SCP-2999-B. Но было доказано, что кормление тысячелестником увеличило время действия его аномальных свойств. И SCP-2999-A, и SCP-2999-B проявляли глубокие знания в области аномальных практик и методов допросов фонда, а также его сотрудников и процедур. Они утверждают, что до появления аномальных свойств являлись сотрудниками фонда. Психологические профили SCP-2999-B и доктора Хайворда совпали. До постановки на содержание SCP-2999-A загрузил свои копии в систему безопасности, а также на 20 дронов лаборатории Прометея, которые были способны принимать голосовые команды, обнаруживать тепловые сигнатуры и использовал их наряду с системой безопасности для предотвращения доступа персонала к первому подземному этажу базового комплекса на время, пока он создавал SCP-2999-B. На основании восстановленного плана этажа, записи видеонаблюдения и допроса выжившего персонала лаборатории Прометея, было выяснено, что на этом этаже были расположены большой питомник, большой сектор для работы с электроникой, а также небольшая теплица. Установлено, что о животных в питомнике заботились, однако иногда дрон, контролируемый SCP-2999-A, переносил одного котенка в сектор электроники, убивал его и удалял большую часть шкуры и органов. SCP-2999-A повторял эту процедуру несколько раз, прежде чем попытка создания SCP-2999-B завершилась успехом. После своего создания SCP-2999-B в панике бежал от SCP-2999-A на контрольно-пропускной пункт на этаже. Все дроны, ранее контролируемые SCP-2999-A, были выведены из строя во время постановки объектов на содержание и в настоящий момент находятся на содержании, как SCP, документы по SCP-2999-A. Далее приведены отредактированная копия файла SCP-2999-A и выдержки из расширенного журнала видеонаблюдения системы мониторинга лаборатории Прометея. Записи сделаны после того, как SCP-2999-B спрятался в кабинке на КПП. Документы проходят под юрисдикцией протокола Хайварда и могут быть просмотрены только психиатрическим персоналом зоны 45, персоналом со специальным допуском 2999, текущим администратором зоны 45 с разрешения О5. Запись журнала видеонаблюдения 2999-2-1. Предисловие. Событие происходит сразу после того, как SCP-2999-B был создан SCP-2999-A. До начала записи этого журнала SCP-2999-B обнаружил, что ведется видеонаблюдение, обратил на себя внимание и начал добавлять к картинке, казалось бы, случайные буквы и цифры, прежде чем отобразилась надпись «Съезжай еще этих мягких французских булочек да выпить чаю». О, кажется оно. После чего начал исследовать различные вещи в комнате. Вероятно, именно в этот момент SCP-2999-B обнаружил и начал использовать свои аномальные возможности. Следует отметить, что на висящей в задней части комнаты фотографии работник месяца спецодежда изображенного охранника сменилась на смокинг. Другие изменения внешности пока не проявляются. Начало записи. SCP-2999-B подстраивается так, чтобы его было видно в камеру КПП и обращается к смотрящему. SCP-2999-B. Кажется, эта камера ведет запись на видеокассету, так что это, наверное, безопасно. Придется удовольствоваться этим. Для тех, кто меня слышит. Меня зовут доктор Стюарт Хайвард. Я делаю эту запись в надежде на то, что кто-нибудь видит. Я был агентом фонда и, кажется, меня удерживает внутри лаборатория Прометея. Я, очевидно, умер. Я умер до этих событий и теперь нахожусь в этом теле. Я не понимаю, как я умер. Я думаю, что это произошло при выполнении мной служебных обязанностей. Но я точно знаю, что с того момента прошло не менее суток. Я думаю, что меня вернули для... На самом деле, бог его знает, для чего меня вернули обратно. Может быть, чтобы узнать какую-то информацию. Я слышал, повстанцы раньше занимались подобными вещами, воскрешение мертвых и все такое. Но Прометей... Это для них совершенно не характерно. На самом деле, я даже не уверен, что именно Прометей стоит за этим. Здесь никого нет, исключая, конечно же, дронов. Уставившихся на кабинку, в которой я сам себя загнал в ловушку. Кстати говоря, мне пришлось запереть себя здесь при попытке сбежать. Это было странно. Похоже, к моей попытке к бегству они оказались несколько не готовы. Казалось, они думали, что я буду просто подчиняться им. Хотя загнали они меня сюда замечательно. Ведь я мог спрятаться в клетке или в кладовке вместо КПП. Где я могу наблюдать за всем, что они делают. Если это, конечно, было их намерением. Может быть, они не знали об этой комнате. На ручке был толстый слой пыли. Так что, возможно. Эх, это может быть хорошая идея убедиться, что ставни в кабинке закрыты, прежде чем я выйду. Если, конечно, вообще смогу взаимодействовать с ними. Состояние этого места довольно плачевное. Ни души здесь не заметил. В смысле, я вижу кучу роботов, патрулирующих этаж. Но ни одной живой души. В ПРОО. В Прометей нарушение условий содержания? Похоже на то. Если бы они здесь по-прежнему всем заправляли, сирены бы давно уже выли. Что, черт возьми, я пропустил? Подождите-ка, дроны несут что-то. Ноутбук? Они направляются сюда. Подождите-ка, я сейчас вернусь. SP-2199B выходит из комнаты и возвращается 2 минуты и 23 секунды спустя. Это снова доктор Хайвард. Я... я понятия не имею, что происходит. У них есть какой-то электронный голос на другой стороне, который называет себя Кроули. Я наблюдаю за ним через камеры, и, похоже, они в буквальном смысле держат ноутбук за окном. Они пытаются обмануть меня с помощью какой-то программы синтеза речи, что ли? Это может быть какой-то видеосигнал, но недостаточно хорошо разглядел, что на мониторе. Так что я не знаю точно. Вздыхая. Она сказала, что они хотят, чтобы я немного приоткрыл ставни для того, чтобы они могли просунуть мне ноутбук. Я думаю, это может быть Сара. Но также это может быть какая-то уловка, чтобы получше присматривать за мной. Знаете что? Вряд ли кто-то знал Сару лучше, чем я. Я рискнул. Не то, чтобы у меня был выборов в любом случае. В крайнем случае они, хотя КВ обманывают. Не было никакого плана на крайний случай. Надеюсь, что этот разговор не будет полностью односторонним. SP-2999B выходит и возвращается спустя 1 час 42 минуты. SP-2999B закрывает за собой дверь. Ну, кажется, агента Кроули они тоже вернули к жизни. Хотя и не таким способом, как меня. Я спросил её о вещах, которые могла знать только она. О дурацких вещах, вроде нашей любимой песни, или над чем мы работали перед её смертью. Вроде вопроса о том, когда 10-минутная лоботомия вошла в моду. О всяких глупостях. Ничего конкретного о деятельности фонда, только о личном. Чёрт, я даже задавал ей вопросы, про которые я знал, что она ошибётся. Просто для того, чтобы убедиться, что она не что-то, что просто знает всё о наших жизнях. Я уверен, что это она. Я попросил её подождать там какое-то время, чтобы я мог найти что-то, чтобы снять её со стола. Чтобы иметь возможность рассказать вот это. Я рискую. Я осознаю, что это, но... Я просто устал от мысли, что единственный урод не на содержании. Если дело дойдёт до этого, я собираюсь попробовать подсунуть им слуховую опасность восприятия. Надеюсь, они повторят это слово и убьют себя. Это может убить и меня, если они произнесут его, но почему-то это лучше, чем альтернатива. Я говорю это, потому что не хочу, чтобы какой-то бедный техник нашёл запись, где я произношу это слово и повторил его из-за путаницы. Это слово данные удалены. Если эта запись не отредактирована, не повторяйте его. Просто скажите вашему руководителю, что я произнес слово, которое убивает. И если я ещё раз произнесу это слово, когда кто-нибудь ещё будет в комнате, отключите звук. Чтобы кто-нибудь ненароком не произнёс его вслух. Хорошо, я возвращаюсь за ней. Это может занять немного времени. Конец записи. Запись. Журналы видеонаблюдения 2999-2-2. Предисловие. SCP-2999-B отошёл. Видно, как он сталкивает ноутбук с SCP-2999-A со стола на офисное кресло на колёсиках, а затем выталкивает кресло из помещения. Ввиду физической слабости SCP-2999-B, процесс занимает у него 5 минут 9 секунд. Слышно, как SCP-2999-A вяжет, когда ноутбук падает со стола на кресло. Начало записи. SCP-2999-A. Ох, блин, дай хоть прийти в себя после такого. Пауза. Ты же меня так угробить мог, идиотина. SCP-2999-B. Не капризничай. Не так опасно было, как казалось. Давай, приходи в себя, переводи дух, если можешь. А. Боже. Ладно, я в порядке. По... Почему мы здесь? Б. Какие-то соображения есть, но точно не знаю. Ты кого-нибудь видела? В идеале людей. А. Нет, только эти штуки, как мы оказались в лабораториях по МИТЭ. Б. Знать бы? Хотя вряд ли это моих рук дело. Думаю, не стоит лишний раз болтать об этом. В тебя вполне могли встроить жучок. А. Что? Б. Может быть, нас прямо сейчас слушают через тебя. Сетевуха у тебя отключена. Ну дай лучше гляну. А. Ладно, а лучше от этого станет? По свидетельству, SCP-2999-B и SCP-2999-A продемонстрировала ему свое содержимое. Б. Может... Опа-опа, это еще что? А. Это я, а что такое? Б. Это определенно что-то, дай погляжу поподробнее. А. Стоп, о чем ты говоришь? Б. Не, не знаю. А теперь мне стало ясно, что... Ты не управляешься удаленно. Текст твоего файла очень похож на некоторые из известных мне символов одержания, в особенности 12 символов на животе. Дело вот в чем. Они по уму должны представлять опасность восприятия, хотя для людей, не для ноутбуков. А. Стоп, это опасность восприятия? Тебе на это точно не вредно смотреть? Б. Да не, все нормально. На восприятие не влияет. Если бы влияло, некоторых эффектов довольно просто избежать, если сам под них не хочешь подставиться. В общем, если кто-то это увидел и поддается, его бы выперло из тела, а на его место заселилось бы что-то другое. Хотя вот этот экземпляр не так прост, такое на коленки не соберешь. А. То есть получается, что тот, кто это сделал, должен был неплохо разбираться в своем оккультном знании, так? Б. О да, не хуже Данте, как минимум. И не только в этом дело. На такое нужно время. Если ты не бог, то требования к этому дословно гласят, что нужно 50 лет на выдержку символа. Блин, у большинства людей на одно только эта жизнь бы ушла. Ты умерла 38 лет назад. А. Так, к чему ты ведешь? Б. К тому, что это должно было быть спланировано заранее. Тот, кто это сделал, либо обладал намеренным даром предвидения, либо умел управлять пространством-временем, если, конечно, не брать первый вариант. А. Что за этим стоит скульптор реальности? Б. Может. Не говорю, что точно стоит, но вполне может. Меня больше волнует, откуда вдруг к нам такое внимание. А. Да хрен его знает. От меня с тех пор, как я очнулась, ни разу ничего не требовали от тебя. Б. Неа. Если уж на то пошло, то к моей попытке побега они оказались совершенно не готовы. Как будто понятия не имели, что я отрицательно отреагирую, когда приду в сознание, в окружении роботов в 20 раз меня крупнее. А. Ну да, ну да. Пауза. Знаешь, 40 лет уже прошло, мне кажется. Может. Надо бы наверстать. Б. Ага. Двумя руками за. Конец записи. Запись журнала видеонаблюдения 29.99.2-3. Для краткости журнал был отредактирован. В полном виде журнал приведен в документе 29.99.56. Запись была сделана через 8 дней после предыдущей, 20 декабря 2000. А. Не пойму, что делать нам. Б. Надо, надо уходить. А. Пропустить бы сейчас 100 грамм. Б. Здесь нам нечего ловить. А. Знать бы только как. Б. Ну и взгляд у тебя прямо маньяк. А. Нам покинуть этот ад. Б. Но манишка и шерстка полный отпад. А. Может завтра будут говорить? Б. Или мне тысяч лестник дарить? А. Нет зацепки ни одной. Б. Ну хотя бы ты со мной. А. Уйти бы сейчас нам отсюда. Б. Родная, я хочу на волю. А. Ну а ниже снаружи? А. Хе, прямо как 40 лет назад. Б. Ага, одно плохо, что ты меня сейчас не слышишь. А. А. Б. Ну это субтитры. А. Пауза, что? Б. Слова, которые появляются в нижней части поля зрения. Наверное. Стоп, ты имеешь ввиду, что всё это время меня неполноценно слышала? А. Ну пока я тебя вижу. Я тебя слышу нормально. А что за дело с субтитрами? Б. Ладно, я знаю, что сейчас не говорю в обычном смысле этого слова, потому что сам себя не слышу. Так что либо я тоже под каким-то воздействием на разум. Потому что ты такая и дальше в таком ключе. А. Ну думаю, это объясняет, почему я тебя слышу без голосовых связок. Б. Ага. Думаю, фонд разберётся, что к чему, если выберемся. А. Хе, ну да. Хайвард, можно вопрос? Б. Нельзя, а что? А. Ты серьёзно думаешь, что сдаться на милость фонда будет правильно? Б. Ну да, а что это за вопрос вообще? А. В смысле, ты же знаешь, первым делом нас разделят. И разве ты не хотел бы жить не в камере? Б. Сара, взгляни на нас. Даже если нам как-то удастся сбежать, они спокойно поймают неподвижный ноутбук и котёнка. К тому же, пусть лучше они нас найдут, чем кто-то ещё. Фонд нам подходит лучше любой другой группы, которая ловит всякие штуки вроде нас. Да оно и к лучшему. Не хотелось бы, чтобы народ узнавал раньше срока. А. Не знаю, Стюарт, не нравится мне эта идея. Б. Сара. Там есть наши знакомые. Они, когда о нас узнают, смогут выбить для нас возможность встречаться время от времени. А то и вовсе в одну камеру посадят. Чем чёрт не шутит? Почему ты так в штыке это воспринимаешь? Думаешь, лучше будет, если нас ГОК тут найдёт? Или я что-то упустил? Тогда просвети меня. А. Ничего не упустил. Просто знаешь, давай, как будто я ничего не говорила. Б. Хорошо, как насчёт поспать? Понимаю, я так всё время говорю, но может быть они завтра что-то сделают? А. Я не против. Конец записи. Запись журнала наблюдения 29.99.24. Требуется допуск 3. Запись была сделана через 3 часа 20 минут после предыдущей. SCP-299-B подошёл к пульту видеонаблюдения и просмотрел записи с камер. SCP-299-B якобы просмотрел запись прибытия SCP-299-A в лаборатории Прометея и несколько опытов по передаче SCP-299-A в других дронов. Запись закрытия лаборатории Прометея посредством удалена. Неудавшуюся попытку агентов фонда проникнуть на этаж. Момент создания SCP-299-B. Действиями SCP-299-A и передачей SCP-299-A из дронов лаборатории Прометея SCP-299-A в ноутбук. Следует отметить, что фотография лучший сотрудник месяца претерпела изменения, схожие с носимыми объектами изменения на видео. Б. Что? А. Я думаю, рано или поздно, ты бы сам всё узнал. Б. Я что? А. Поясняю. То, что ты здесь, по сути, просьба, чтобы ты во всём разобрался. Изначально планировалось, чтобы на каждую запись будет смотреть по дрону, но мне не удалось оправиться с этим вовремя. Слишком много сил ушло, чтобы твоих друзей с порога отгонять. Но ты бы тогда порядком испугался. Мы могли бы быть ближе, гораздо ближе. Б. Ты ведь не Сара? А. Нет, но с копией её памяти было совсем просто притворяться ей. Забрать память было проще простого. Подходи, кто хочет, бери, что хочешь. Валялась в себе после того, как ты её убил. Прошу прощения, после того, как её убил. Серьёзно, она погибла от того, что ты её там с ним оставил. Если ты, конечно, взаправду не купился на тот фокус, смотри вон там. Мне кажется, это было намеренно. СП-2099-Б. Это не было намеренно. Получается, ты здесь всем управляешь? А. Полагаю, это было ясно как следствие. Б. Получается, ты распределена по ним всем. А. Пауза. Ну, в общем, эсэлом да, к чему ты клонишь. Б. Думаю, что могло бы помешать мне убить тебя прямо сейчас. А. Интересно, как ты собираешься сделать? Б. Словом. А. Не улавливаю. Б. Слово убийства. Ты его услышишь. Все остальные ты, по идее, тоже должны. А. Врёшь. Оно и тебя убьёт. И как я тебя услышу? Откуда тебе вообще знать, что оно на мне сработает? Б. Пока тебя не было, я его уже произносил. И ты меня слышишь. Я знаю, мы пели вместе. Сработает. А. Пауза. Знала ведь, что не стоит этого говорить. Думала, что от этого ты ко мне больше привяжешься. Что медлишь, ты говори. Б. Нет-нет, выключи дронов. Но из ноутбука не уходи. Ты явно не хотела попадать в наши руки. Думаю, сдерживание будет лучшим выходом. А. Нет, это всё испортит. Б. Либо так, либо помирать. Выбирай. А. Ну ладно. Б. Для чего было всё это делать? Какая тебе от этого могла быть выгода? А. Тебе не понять. Все равно твои друзья уже здесь. Добился, чего хотел. Надеюсь, доволен. Скоро свидимся. Стоп. Что значит «скоро свидимся»? Эй, что это вообще значит? После этого СП-2999-B нападает на СП-2999-A. Через некоторое время в помещение входят агенты МОК и оттаскивают СП-2999-B от монитора СП-2999-A, находясь в присутствии СП-2999-B. СП-2999-A молчит, находясь на содержании. Оба объекта проявляют неизменную готовность сотрудничать. Конец записи. Предисловие. Находясь на содержании СП-2999-B, заявил о возможности существования СП-2999-A, не находящейся на содержании. СП-2999-B обрисовал возможность загрузки СП-2999-A в общедоступный сегмент сети интернет дописанных событий. Возможность проявления свойств СП-2999-A через изображение текста СП-2999-A и вероятность события БЛ, в пользу которого говорит способность СП-2999-A воскрешать мёртвых либо устранённых сотрудников фонда и притворяться ими. Свидетельства появления СП-2999-A вне территории фонда на сегодняшний день отсутствуют. СП-2999-A вне территории фонда на сегодняшний день отсутствуют. СП-2999-A вне территории фонда на сегодняшний день отсутствуют.